Так вот, обращаюсь я к летчикам, обращаюсь к артиллеристам. Ребята, сейчас 21 век. Вас всех потом вычислят. Уж я украинцев знаю. Ребята, вот прошло такое сравнение, и сейчас разлетается по миру. Украинцы это пчелы. Знаете, вулок такой стоит, улей по-русски. И эти пчелы, они никого не трогают. Они собирают свой медок и несут вот по капельке, по капельке, до тех пор, пока вы их не тронете. Ох и слуэт. Понимаете, вот ты открываешь этот улей и полез лапой туда медведь. Это обычно медведь туда лезет. И они начинают его кусать все. Причем не надо какой-то центральной власти, не надо каких-то там приказов, генерального штаба. Каждая пчела выполняет свою работу. Выполняет. Она умирает. Она умирает после того, как она кусанула этого, ужалила этого медведя. Она погибает. Так вот, украинский народ будет умирать, но он будет убивать всех. Перелом в войне уже наступил. Уже все. Уже не будет никакого блицкрига. Уже народ поднялся. И я... Не призываю. Повторю. Не призываю. Я просто говорю, ребята, ну подумайте же головами своими, что нас проклевают по всему миру русских людей. Вот выступает сейчас, смотрю, в сети, женщина какая-то где-то за границей, то ли в Испании, то ли там в Португалии, не знаю где. Она плачет, говорит, я-то в чем виновата? Запомним, запомним. Немцев после Второй мировой войны, им не было жизни по миру. Они сидели, пучковались в своей Германии. Видел я однажды в районе где-то 72-й год в Греции. Немецкий Volkswagen сейчас уже изменилось. А вот в то время, 40 лет после войны, немецкий Volkswagen, юноша и девушка, немцы, поломался Volkswagen в Греции на дороге. Ему никто не помогает. И они стоят, плачут. Мы родились после войны, мы вам ничего не сделали. А мимо них идут люди с презрением. И все, вот ничего, никто к ним не подходит. Вот в это положение сейчас попала Россия.